Добрый день, уважаемые коллеги, единомышленники, зрители нашего канала. С вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Продолжаем разговор про дедолларизацию мировой экономики. Соответственно, разбираем вопросы, что угрожает господству доллара на мировой, что называется, арене, на мировых финансовых рынках, биржах и валютных расчетах. Что может замедлить или остановить этот процесс, например, внедрение высоких технологий, перспективных, сквозных цифровых технологий, например, блокчейн в расчеты в резервной валюте доллар или это никак там не поможет. Сперва разбираемся с понятиями. Что такое дедолларизация мировой экономики? Соответственно, это процесс снижения зависимости стран, участников расчетов, ну и, соответственно, участников расчетов юридических лиц, компаний, физических лиц в международных расчетах и накоплениях. Соответственно, что говорят эксперты? Процесс дедолларизации может быть обусловлен различными факторами, такими как экономическая политика, геополитические изменения и развитие альтернативных валют. Ну вот, собственно говоря, последний год, наверное, основной из угроз, точнее, одним из основных драйверов процесса дедолларизации является развитие альтернативных валют. Валют национальных и, например, единых валют, ну, например, то же самое евроинтеграционная валюта. Вот, теперь следующая угроза – это альтернативная валюта стран БРИКС, например, да. Соответственно, какие факторы замедляют или могут замедлить или остановить процесс дедолларизации, да. Первый фактор – стабильность самого доллара, да. По мнению экспертов, доллар США остается одной из самых стабильных валют в мире, и его использование в международной торговле и финансах обеспечивает определенную степень уверенности и предсказуемости, да. Так считают эксперты. Второй фактор – ликвидность и доступность доллара. Доллар США на сегодняшний момент является самой ликвидной валютой, считают эксперты. И многие международные контракты и сделки продолжают осуществляться в долларах из-за удобства и доступности его. Так, третий фактор – замедление дедолларизации мировой экономики – это институциональная поддержка. Ну, то есть поддержка созданных институтов развития, да, в частности. Несколько международных финансовых институтов, таких как Международный валютный фонд МВФ, Всемирный банк и другие, используют доллар в своих операциях, что поддержит его статус как резервной валюты. Следующий фактор стабильности доллара, как резервной валюты мировой финансовой системе – отсутствие альтернатив. Эксперты считают, что на данный момент нет валюты, которая могла бы в полной мере заменить доллар в качестве глобальной резервной валюты. Но, в принципе, с расширением БРИКС и введением единой валюты БРИКС такая валюта может появиться. Ну, то есть евро таковой не стал. По принципу, ну, как бы, евроинтеграция – это все-таки не такая часть мировой экономики, как страны экономики в совокупности сложенной экономики стран БРИКС, консолидированной. Даже такие валюты, как евро или юань, сталкиваются с ограничениями и проблемами, которые мешают им занять доминирующее положение. Следующий фактор стабильности доллара, как резервной валюты в мировых расчетах – геополитические факторы. Страны, стремящиеся к дедолларизации, могут столкнуться с политическими и экономическими последствиями, такими как санкции или ограничения страны США, что может заставить их продолжать использование доллара. Вот эти вот качели, вот этот вот финансовый рычаг по-прежнему действует, да, то есть он останавливает многие страны от активного присоединения, там, я не знаю, к БРИКС плюс, да, к стимулированию введения единой валюты БРИКС плюс, к отказу от доллара, да. Вот, я сейчас не буду называть политические системы или страны, да, то есть это мнение все-таки экспертов-политологов, экономистов, да, которые следят за этим, держат руку на пульсе и, соответственно, обладают большей полнотой информации, да. Технологический барьер. Хотя криптовалюты и цифровые валюты центральных банков, помните, да, значит, Central Bank Digital Currency, да, CBDC, могут предложить альтернативы, но их внедрение и принятие на глобальном уровне может занять много времени и столкнуться с различными препятствиями. Ну, соответственно, эксперты комментируют о том, что как минимум в течение 2025 и 2026 года будут тестироваться эти самые валюты, валюты центральных банков. Сейчас я посмотрю Китая, Китай, когда, как долго будет тестировать свою, соответственно, валюту, да. Так, сейчас. Вот, даже, по-моему, по мнению отдельных экспертов, до 2028 года, да, 2028 года будет проводиться тестирование этой самой валюты. Так, сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Ну, вот, например, в 2014 году Народный банк Китая начал исследовать возможность выпуска цифрового юаня. В 2020 году Китай стала одной из первых стран, которая начала тестирование своей CBDC в реальных условиях, да. Соответственно, по оценкам некоторых экспертов, эти процессы будут продолжаться. Ну, Китай же, как бы, не единственная здесь, Центробанк, да, имитирует эту цифровую валюту и тестирует ее во всех сферах. Во-первых, ее надо протестировать не только на финансовых рынках, да, ее надо и в торговле, ее надо протестировать и в расчетах, и, ну, и потом еще протестировать вообще во всех сферах экономики, промышленности, во всех сферах жизни, которые будут затрагивать корпорации, банки. И, а пока банки-то только некоторые участвуют, да, в этом эксперименте, в том же самом там эксперименте по цифровому рублю участвуют там, ну, сколько, 10, 20, ну, пусть 30 банков, да. Вот, соответственно, вот это тестирование цифровых валют, имитируемых центральными банками стран-участниц BRICS+, по оценкам некоторых экспертов, может занять период до 2028 года. То есть еще там 5, 6, 7, 8, да, 3, 2, 3, 4, 5 лет, может быть, до 4 лет, да. Вот, поэтому здесь не все так быстро, не все так просто. Это технологические барьеры. Дальше. Следующий, седьмой фактор стабильности доллара как мировой резервной валюты, да, в финансовых расчетах, торговых, экономических расчетах. С экономической интеграцией. Страны, которые активно сотрудничают друг с другом, могут продолжать использовать доллар для упрощения торговли и инвестиций, что также, собственно говоря, замедляет процесс дедолларизации, да. Я уже не говорю о том, что, ну, вот, кстати говоря, торговля и расчеты в национальных валютах, если баланс импорта, экспорта и баланс национальных валют, расчетов национальных валют позволяет это, да, это, как бы, может ускорить дедолларизацию. В целом, эксперты говорят, что дедолларизация является заметной тенденцией, но множество факторов продолжает поддерживать доллар как основную валюту в мировой экономике, да. Так, соответственно, что угрожает в настоящий момент господству доллара на мировых финансовых рынках, биржах и валютных расчетах? Поскольку это процесс плавного снижения зависимости стран и финансовых систем от доллара США в международной торговле, инвестициях и валютных резервах, соответственно, этот процесс может угрожать господству доллара, ля-ля-ля-ля, по нескольким причинам. Первое. Вследствие, то есть мы сейчас перечисляем факторы, которые влияют на дедолларизацию, ускоряют этот процесс дедолларизации. Первое. Рост альтернативных валют, как уже говорилось, да. Страны, во-первых, могут начать использовать свои национальные валюты или там другие евро, юаня, рубль в международной торговле, да. Соответственно, это снижает спрос на доллар и вопрос действительно, как процесс этот происходит. Следующий фактор. Развитие региональных валютных союзов. То есть создание валютных союзов и использование региональных валют для расчетов между странами может уменьшать роль доллара. Ну, например, там, да, евро расчеты между собой, да, помимо национальных валют. Потом страны БРИКС обсуждают возможность использовать своих валют в торговле, да. Вот. Не исключено, что могут появиться еще какие-то региональные валюты, валюты альянсов, объединений, да, помимо БРИКСа. Так. Технологические изменения. Развитие цифровых валют, включая центральные банковские цифровые валюты, CBDC, Central Bank Digital Currency, да, может создать новые способы расчетов, которые не потребуют использования доллара. Вот еще один фактор, влияющий на дедолларизацию. Политические факторы. Санкции и политическое давление страны США могут побудить страны искать альтернативу доллару, что не раз подчеркивалось во время очередного саммита стран БРИКС в Казани, да. Чтобы избежать уязвимости от американской политики. И это, пожалуй, вот санкции и политическое давление. Следующий фактор дедолларизации, ускоряющий экономические изменения. Такие изменения в глобальной экономике, как рост, например, национальной экономики Китая или других развивающих стран, рост национальной экономики Индии, рост национальной экономики России, там, Бразилии, да, Ирана, может привести к увеличению использования национальных валют этих стран. В международной торговле. Ну, то есть, здесь элемент, ну, как бы, сильная страна с развивающейся экономикой предлагает использовать свою национальную валюту, ей проще. Остальные страны, соответственно, либо также договариваются об альтернативах, либо соглашаются на это предложение и используют, да. Самое главное здесь не обеспечить, вот, чтобы не было этого самого диктата, то есть, очередное, скажем так, как это, очередное засилие, одну диктатуру на другую поменять, да. Следующий фактор дедолларизации, инфляция и финансовая стабильность. Если доллар будет подвергаться сильной инфляции или экономическим кризисам, в принципе, не исключается такое, да, из-за политической системы и происходящих сейчас событий, да, политика напрямую влияет на экономику, внутренние проблемы страны, да, политическая нестабильность. Вот, соответственно, если доллар будет подвергаться сильной инфляции или экономические кризисы будут в стране, это может подорвать доверие к доллару как резервной валюте. Дальше. Седьмой фактор. Геополитические конфликты. Конфликты и напряженность между Соединенными Штатами Америки и другими странами могут способствовать дедолларизации, так как страны будут стремиться уменьшить свою зависимость от американской валюты, которую лихорадят. В целом, дедолларизация – это сложный многогранный процесс, который зависит от множества факторов, естественно, да, в силу его развитости, включая экономические, политические, технологические изменения. На данный момент доллар все равно остается доминирующей валютой в мировой экономике, и его полное вытесение может занять значительное время. Так, это мы говорили про риски для дедолларизации, какие факторы влияют на нее, какие препятствуют, да. Теперь, с точки зрения вопроса экспертам, да, если внедрить в основу Бреттон-Вудской системы, ну, то есть доллары как резервные валюты в расчетах, спасет ли эту долларовую систему внедрение современных технологий, таких как блокчейн? Значит, поскольку блокчейн – это, ну, все-таки, как бы защищенная, распределенная база данных и защищенная от подделок, она позволяет осуществлять транзакции без необходимости в центральном посреднике, да, то есть вот некая децентрализация, то есть сейчас мировая финансовая система централизована, да, вот если ее децентрализовать, да. Вот, соответственно, использование таких свойств блокчейна, как прозрачность, безопасность, неизменных записей уже делает ее привлекательной для различных финансовых операций и в криптовалюте, и в смарт-контрактах, и на фондовых рынках. Почему бы не использовать положительные эффекты и положительные свойства технологии блокчейн в финансовых операций с долларом? Может быть, это укрепит долларовую систему, да? Значит, ну, кратко, свойства блокчейн, что привлекает блокчейн в финансовых операциях? Упрощение транзакций, улучшение прозрачности, снижение рисков и токенизация активов, от слова токен, да, для упрощения их торговли. Так, внедрение блокчейн в Бреттон-Вузскую систему, что говорят эксперты? Внедрение блокчейн-технологий в Бреттон-Вузскую систему могло бы предложить несколько преимуществ. Первое преимущество – автоматизация и упрощение валютных операций, поскольку блокчейн может упростить процесс валютных обменов и расчетов между странами, обеспечивая более быструю и безопасную обработку транзакций. Второе преимущество блокчейн в Бреттон-Вузской системе – устойчивость к манипуляциям. Использование распределенного реестра может снизить вероятность манипуляций с валютными курсами и повысить доверие к системе. Глобальная доступность. Блокчейн может сделать финансовые услуги более доступными для стран с ограниченным доступом к традиционным банковским системам. Тем не менее, внедрение блокчейн-технологий в Бреттон-Вузскую систему также сталкивается с рядом вызовов. Какие? Регулирование, необходимость в разработке новых регуляторных норм для работы с блокчейном на международном уровне. Это проблема. Не все страны и не все центробанки поддерживают блокчейн. Дальше. Технические проблемы. Вопросы масштабированности и скорости обработки транзакций. Технологические, да, технические. Сопротивление страны традиционных финансовых институтов. То есть, блокчейн может угрожать существующим моделям бизнеса. И, соответственно, эти классические финансовые институты будут сопротивляться внедрению блокчейна. В целом, блокчейн может предложить интересные решения для финансовых систем. Но его успешное внедрение требует комплексного подхода и учета множества факторов. Ну, то есть, как бы, панацеей не является. Что-то улучшает, что-то ускоряет, что-то упрощает. Но не панацея. Так, ну вот по дедолларизации пока все. С вами был консультант решений Верный РФ Сергей Маслёхин. Верных вам решений. Изучайте информацию. Кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Кто-то предупрежден, тот вооружен. Успехов вам.